В рамках 25-й спартакиады трудящихся в клубе «Фортуна» прошел турнир по шахматам. Игра велась по круговой системе – 8 туров по 15 минут. Очень упорная борьба, достаточно интересные соревнования проходят. В этом году достаточно большое представительство, и очень приятно, что такие мероприятия именно пропагандируются в нашем городе. В интеллектуальных состязаниях приняли участие 9 команд, предприятий, организаций и учреждений города. – Соперники, как правило, «Пурнефтегаз», «Ямалгазовик», как всегда, на высоком уровне играют. Ну, а мы считаем тоже достойно представляем свою компанию. Где-то у нас средние результаты. По окончании игры определились победители. Среди команд лидерами стали «Роснефтьпурнефтегаз», «Управление образования», «Управление по физической культуре и спорту». У них первое, второе и третье места, соответственно. В личном зачёте первые места заняли Армен Багасян, Радик Рахимкулов, Сергей Карпеченков и Диана Анфимова. Очки, набранные в соревнованиях по шахматам, будут внесены в общую итоговую таблицу спартакиады трудящихся. Также за чёрно-белой доской в субботу состязались и юные шахматисты. В седьмой школе состоялось открытое первенство города, посвящённое памяти Александра Алехина. Организаторы соревнований – «Дю США Олимп» и седьмая школа. «В швейцарской системе победители определяются по наибольшему количеству очков. Есть ли одинаковое количество очков по коэффициенту Бухгольца?» Коэффициент Бухгольца применяется в турнирах по швейцарской системе. При подсчёте складываются очки, которые набрали все соперники данного шахматиста. Выигрывает тот, чьи соперники набрали большее количество очков. Шесть партий к приезду нашей съёмочной группы уже отыграл Стас Анохин. Три из них он выиграл, в трёх уступил. «Я буду играть как Алёхин. Хочу быть мировым чемпионом». В турнире приняли участие дети разных возрастов – всего более 70 человек. По окончании победители наградили грамотами от «Дю США Олимп». Такие же награды получили и участники открытого первенства города по настольному теннису. В нём приняли участие ребята двух возрастных групп – с 2000 по 2004 годов рождения и с 2005 и младше. «Благодаря участию в соревнованиях у детей повышается навык игры в теннис. Также психологически они более подготовлены к более серьёзным соревнованиям, выступлениям в других городах». В каждой встрече сильнейший определялся по победам в трёх партиях из пяти. В результате лидерами состязаний стали Любовь Рогожина, Игнатий Скиба, Ангелина Бахчеева и Никита Бахчеев. «Для того, чтобы победить, мне кажется, нужно побольше ходить на тренировки, иметь свой расчёт, план для тактики игры». Стратегического расчёта требует и другая игра. В спортивном манеже ФСК «Фортуна» прошли соревнования по мини-футболу среди сборных команд, предприятий, организаций и учреждений города. Традиционно первенство посвящено Дню Победы. Сейчас на поле мы видим встречу команд Кынско-Часельская «Нефтегаз» и «Беларусь-Нефт-Сибирь». После первого тайма в счёте вела сборная «Беларусь-Нефт-Сибирь». «Если раньше были заведомо явные лидеры, это команда, например, «Ямал-Газовик», команда «Роснефтегаз», то сейчас любители футбола в городе подсобрались, и они разошлись по нескольким командам. И поэтому на сегодняшний день команда транспортной компании «Ямал», команда «Культура». «Культура» сыграла с «Ямал-Газовиком» в прошлом туре 5-5, поэтому борьба была довольно напряжённая и упорная. На прошлой неделе мы сыграли с «Беларусь-Нефтегазом», выиграли со счётом 5-2, ну, игра была тяжёлая. Потом мы играли с ветеранами, тоже игра была тяжёлая. Получается, на проход играли мы. Если проиграли бы, не вышли бы. А сегодня «Пурпел» у нас, мы постараемся их тоже выиграть. По завершении всех встреч 6 мая победители будут награждены грамотами Управления по физической культуре и спорту и денежными призами. Кроме того, лучшие игроки войдут в состав сборной команды города для участия в окружных соревнованиях. Наталья Рябинина, Алексей Магин, Новости Губкинского.